24 апреля православные отметили один из главных христианских праздников – Светлое Христовое Воскресенье. Для волгоградских верующих нынешняя дата стала особенной. Из-за Иерусалима в регион был доставлен благодатный огонь. Святыня уже в третий раз прибыла в нашу область. Ранее частицы благодатного огня привозили к нам в 2008 и в 2009 годах. О нынешних пасхальных торжествах в материале Натальи Стеганцевой. Пасхальную ночь в священный огонь был доставлен в Казанский собор Волгограда. Вместе с сотнями верующих его ждал и губернатор Анатолий Бравко. Причем личном участии это событие стало возможным. После праздничной службы частицы благодатного огня разошлись по храмам и приходам региона, чтобы к святыне могли прикоснуться как можно больше православных, для которых Пасха – одна из главных дат года. Это радостное событие, когда Иисус воскрес из мертвых. Мы празднуем. Пасха – это для меня радость. Но воскресение Господне и весь мир ликует и прославляет Христа. Для меня этот праздник – это вообще самый главный праздник в моей жизни. Потому что с некоторых времен я стала понимать, что без православной жизни наша жизнь земная не существует. Неотъемлемая часть пасхальных торжеств – проведение крестного хода. В Волгограде верующие прошли от Александра Невской часовни до площади павших борцов. Здесь стоит закладной камень будущего собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Он первый начал говорить о том, что необходимо построить крепость, стражевую крепость на Волге. И по его благословению вообще появился наш город, город-царица. И я вам даю слово здесь, то есть здесь, что храму быть. Я пришел всем усилия для того, чтобы уже в этом году начали стройку. Торжественное шествие по городу завершилось великим пасхальным богослужением на набережной Волгограда. Затем для горожан был организован праздничный концерт с участием лучших коллективов областного центра.